Летчик-космонавт, герой России Елена Серова стала четвертой россиянкой, покорившей внеземное пространство и первой на борту МКС, а также первой в мире мамой в космосе. Вспоминая полет 2014 года, Елена отмечает свои впечатления от увиденной красоты Земли из окна иллюминатора. Я увидела невероятно огромную Землю. Конечно, немножко удивительно было, потому что обычно говорят, вот она такая планета наша маленькая, она голубая, красивая, но маленькая жемчужина. На самом деле она невероятно огромная, но вот атмосфера нашей Земли, она действительно очень узкая, она небольшая, маленькая. За 167 суток, что их корабль находился в космическом пространстве, было много разных ситуаций, в том числе и внештатных. Когда мы на орбите уведения были, у нас не раскрылась левая солнечная батарея, потом, правда, она при стыковке со станцией все-таки открылась, но для нас уже это было не критично, слава богу. Было бы критично, если бы мы шли по длинной схеме, это 2,5 суток примерно полета, но мы шли по 6-часовой схеме, то есть быстрее, и поэтому нам не требовалась дополнительная электрическая энергия. У покорителей космоса есть свой сленг – язык, наполненный сложными терминами, непонятными обычному человеку. Имеются и свои профессиональные приметы. Например, заменять слово «последний» на синоним «крайний» или перед полетом обязательно смотреть советский фильм «Белое солнце пустыни». Мы его обязательно смотрим, когда мы дублируем, на этапе дублирующего экипажа и, конечно же, на этапе основного экипажа со всеми иностранными членами нашей команды. Рассказывают о том, что кто-то из космонавтов экипажа один или два раза не посмотрели кино, и вот у них случились неприятности в полете или на старте. Свой профессиональный праздник – День космонавтики – Елена обычно отмечает в рабочем режиме с плотным графиком. Но, конечно, 12 апреля для нее всегда наполнено поздравлениями и пожеланиями. Именно наши специалисты, наши инженеры, конструктора, наши космонавты, герои открыли дорогу в космос всему человечеству. Я хочу всех причастных к этой замечательной дате поздравить с этим праздником, пожелать космического здоровья, вселенского счастья, любви. Конечно же, выразить надежду в дальнейших наших успехах в освоении космического пространства.